Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бечурина к основным темам. Замки и дворцы Беларуси – живые символы истории. По всей территории страны были построены десятки церквей, крепостей, имений и других защитных сооружений. Но, к сожалению, лишь некоторые из них уцелели до наших дней. Долгое время белорусские дворцово-замковые комплексы находились в упадке. С недавних пор им пытаются вернуть былое величие. Замок – очень значимый объект, пожалуй, не только для нашего района, но и в целом для страны. Поэтому этому объекту уделяется значительное внимание. И вот уже, наверное, многие заметили, проезжая, что опять высадились, скажем так, строители. Это белореставрация, которая будет продолжать работать. Если немножко о предыстории, то в 2014 году был разработан архитектурный проект. Согласно этому проекту есть две очереди консервации и реставрации замка. Значит, вот пока мы находимся на первой очереди. В этой очереди пять пусковых комплексов. Вот два пусковых комплекса были осуществлены в 2017-2018 годах. Сейчас мы делаем третий по счету пусковой комплекс. И это будет консервация и восстановление частично северной стороны. Эти работы очень такие специфические. Не каждая организация их может сделать, потому что и раствор, и материал, вы понимаете, что они должны соответствовать определенным параметрам, требованиям. Поэтому работы достаточно недорогостоящие. Вообще вот на этот только третий по очереди пусковой комплекс, значит, по общему проекту там миллион двести сорок девять тысяч рублей. Часть этих денег, 257 тысяч, это Министерство культуры выделяет. А наставшуюся часть проекта это 991 тысяча рублей, то есть без малого миллион. Написан проект, который направлен в фонд президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. И мы надеемся, что вот проект будет рассмотрен, и деньги в ближайшее время поступит, тогда мы сможем целиком, значит, реализовать вот этот очередной пусковой комплекс. Ну а далее работа будет продолжаться. У нас еще в первой очереди два пусковых комплекса. Это, если так просто говорить, это южная и восточная стены. Их надо привести в порядок, более-менее консервировать, по крайней мере. А дальше это вторая очередь, когда дойдет очередь, извините уже за тавтологию, до Княжеской башни, когда она будет восстановлена. И в перспективе, в этом архитектурном проекте даже есть в перспективе третья очередь, когда там будет размещаться музей. Ну и определенная инфраструктура будет создаваться рядышком. Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженную сезонность. Ежегодно наибольшее число ДТП с несовершеннолетними происходит в период с июня по сентябрь, время школьных каникул. Насколько водители с Маргони придерживаются требований соблюдать скоростной режим, во время проведения спецмероприятий ездить с включенным ближним светом фар и быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов и во дворах, выясняла наша съемочная группа. Каждый из нас мечтает вырастить своего ребенка умным, добрым и, конечно же, здоровым. И если дома дети под присмотром, то другое дело проезжая часть. С ранних лет взрослые должны заботиться о безопасности ребенка на дороге. Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и средства массовой информации вновь объединили свои усилия по обеспечению безопасности детей. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и связи с окончанием учебного года с 25 мая по 5 июня было проведено специально комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Во время акции сотрудники ГАИ напоминали водителям о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также необходимости личного примера безопасного поведения на дороге. Во время проведения мероприятий сотрудниками РОВД осуществлялась определенная работа. Прежде всего, было направлено на недопущение совершения ДТП с участием наших юных пешеходов. С данной целью мы через местные СМИ, также через всяческие интернет-ресурсы опубликовывали статьи на данную тему о соблюдении правил дорожного движения как юными пешеходами, так и водителями, которые осуществляют движение по дорогам города и района. Хотелось бы еще раз напомнить родителям, чтобы они провели все-таки разъяснительную работу со своими детьми о соблюдении правил дорожного движения как во время игры вблизи дорог, так и во время движения по данным дорогам, чтобы они лишний раз не ленились все-таки спешиться перед пересечением проезжей части, а не проезжать через пешеходные переходы, и чтобы они не выезжали из-за стоящих вблизи машин, тем самым внезапно появляясь на проезжей части, что способствует совершению ДТП. Хочется попросить водителей, чтобы они все-таки на протяжении всего летнего периода соблюдали более тщательно правила дорожного движения, более внимательно проезжали пешеходные переходы, всяческие перекрестки, где возможно появление детей. В первую очередь акция была направлена на то, чтобы люди обратили внимание на данную проблему и никак не связано, чтобы наказать. Однако за проведение профилактической акции некоторые участники дорожного движения все-таки допускали нарушение правил дорожного движения, пренебрегая включением ближним светом фар, перевозкой детей вне удерживающих устройств, за что были подвергнуты административные ответственности. В ходе спецмероприятия прошли рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. В один из дней понаблюдать за обстановкой на Сморгонских дорогах с госавтоинспекцией вышла и съемочная группа. Кстати, во время проведения акции водители должны были двигаться с включенным ближним светом фар. Но все ли помнят об этом? Как показали результаты рейда, большинство из автомобилистов соблюдают это требование. Однако нашлись и нарушители, сославшись на свою забывчивость или незнание. Без света едете. Чему здесь света? Капариты у вас включены были. Старший инспектор отдела Гарри Таратович, документы к проверке. Проводим совместный рейд со средствами вашей информации. По выявлению нарушений период проведения акции «Внимание, дети!» Вы двигаетесь без включенного ближнего света фар в дневное время суток. Сотрудниками госавтоинспекции Сморгонского РУВД совместно с средствами массовой информации был проведен совместный рейд. За время проведения совместного рейда было выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. 8 нарушений было выявлено за проезд в дневное время суток с невключенным ближним светом фар. 2 нарушения за правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Указанным водителям было вынесено 8 устных замечаний и вынесено 2 постановления о привлечении к административной ответственности. Госавтоинспекторы проводили разъяснительную работу с нерадивыми водителями, поясняя, что ценой пренебрежения закона и простой невнимательности может стать жизнь маленького человечка. Сотрудники милиции убеждены, безопасность детей в первую очередь зависит от взрослых. Только положительным личным примером поведения можно убедить ребенка в необходимости соблюдать культуру участия в дорожном движении. В 2010 году ООН разработала программу по поддержке и развитию языкового многообразия. Согласно ей были введены праздники для каждого из официальных языков организации. Среди них, само собой разумеется, оказался и русский. В качестве памятной даты было выбрано 6 июня. И не случайно, именно тогда родился основоположник современного русского языка Александр Сергеевич Пушкин. Бывает так, что разговариваешь с человеком и понимаешь его через слово. Модные термины «англицизм» и «жарганизмы» делают речь людей часто сложной для понимания. Заимствования были и раньше, в том числе и молодежный сленг, который устаревал и исчезал с появлением нового поколения. Шнурки в стакане. Родители, подростка дома. Сейчас вряд ли кто так скажет. Сегодня будем разбираться в современных молодежных неологизмах. Что значит, например, слово «хайп»? «Хайп» — это что-то популярное. Популярное, да? А ты как считаешь? Ну, тоже, типа. Тоже, хорошо. Что такое хейтер? Плохо думает про тебя. Ну и такое слово «чилиться». Я, например, не знаю, что такое «чилиться». Отдыхать. Ну да. Отдыхать. Хайп. Выделываться, наверное, я не знаю. А хейтер? Любое, можно, предположение. Хейтер. Коль, что такое хейтер? Без понятия. Давайте я вам покажу, Ашка. Так вот, посмотрите, хайп — это действительно так же, как вы и сказали. Это шумиха или ажиотаж, или раздусь, раскрутить правильно. А хейтеры — это кого мы видим в соцсетях, тот, который пишет гадости необоснованные. А чилиться — это на молодежном сленге «расслабляться». Имеет место, а не быть? Без понятия. Много таких слов в интернете. Ну, я думаю, русский язык намного лучше есть слова, которые, ну, без этих слов есть нормальные слова. В принципе, хайп — классное что-то, наверное, интересно. Хейтер — это что-то одушевлённое? Хейтер. Не знаю. Чилиться, чилиться. Ну, кайфовать, типа, чилиться, наверное, удовольствие получать, балдеть. Ну, такое понятие. Хайп — это действительно шумиха, ажиотаж вокруг чего-то. Хейтер — это ненавистник в интернете, те, кто про нас говорят гадости. А чилиться вы угадали, прохлаждаться или расслабляться. В русском языке очень много различных слов из организма. Непонятных. Паразитов, как я их называю. Правильно? Слова паразиты. Потому что они непонятны. И для того, чтобы услышать это слово, надо залезть. Скажут, ну, может, и залезть тогда в интернет и посмотреть, что это за слово. Значит, и себя ещё обогатить неоднократно от этих слов. Хайп, ну, хайп слышала. Что, 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 хейтер. Может, какие-то предположения. Даже не чилиться, чилиться. Хайп, ну, что-то хорошо, так вот классно. Может быть. Хейпер, да. Хейпер, звучит даже так злостно. Хейтер, ну, наверное, что-то. Не очень. Хорошая. Вы почти отгадали. Посмотрите. Хайп, это кумиха, ажиотаж. Виноватся на неприязнь, возвращение к злу, чилиться, пассивные действия, ничего не делаем. Ага. Про охлаждаться. Хайп, повторяй, навязчивая реклама, хайп. Сегодня в русском языке очень много неологизмов, жарганизмов, молодёжного сленга. Как вы относитесь, что они имеют место, они быть силами? Ну, как бы, может быть. Ну, если такие положительные слова, то имеют место быть. А если, ну, с таким отрицательным значением, то, наверное, нет. Хотя, собственно, в русском языке и своих хватает, если честно, слов. Хороших, добрых, которыми мы должны пользоваться, которые мы должны использовать в постоянной нашей жизни. Ну, хайп, это вроде какой-то продукт, я так вот слышал. Это вроде что-то из, ну, не египетское, или что-то из Израиля. Как хумус, да, вроде? Ну, мы сейчас проверим. Хайп. Хейтер? Ну, это вроде как из английского языка я слышал. Хейтер? Так. Ну, это что-то такое-то определение из компьютера. Ну, там, IT. Ну, вот это тоже. Но я точно не скажу. А чилиться? Ну, это типа встречаться с девушкой, как бы... Отдыхать. Крутить шашни. Хорошо, посмотрите, я вам скажу. Вы, ну, почти угадали. Хайп, это что-то... Это реклама. Вот оно пошло оттуда рекламировать, да. Хейтер, это тот, кто пишет в соцсетях нам гадости. Это мой брат. А чилиться, вы угадали, это отдыхать, расслабляться. Как вы относитесь к таким словам, которые появляются в русском языке? Ой, вы знаете, очень положительно. Современно, ну, молодежно. Люди развиваются как-то вот этот вот... Англицизм. Очень круто. Хайпово, я бы сказал. Ну, хайп, это... Популярность, типа, вот такое. Ну, хорошо уже. Хейтер, это... В интернете, ну, это человек, который недолюбливает, там, например. Я пытаюсь вспомнить слово какой-нибудь, синоним к этому. Ну, в общем, человек, который не любит, это личность какую-нибудь или вот такое вот. А чилиться, это отдыхать. Ну, чилиться, это отдых. А чилиться, это отдыхать, наверное. Ребята, вы абсолютно правы. Скажите, в вашей речи, когда вы между собой общаетесь, много слов, которые не понимают ваши родители или взрослые? Да, очень много. Ну, это типа сленг наш новый вот. Он имеет место быть? Или всё-таки нужно говорить правильно, чисто, красиво? Или всё-таки можно позволять себе немножечко отойти от нормы? Ну, я думаю, можно. Почему нет? Последнее, например, чилиться, это что-то типа тусоваться, сходиться. Правильно, в абсолютном. А хайп? Ну, вот хайп я сотрудняюсь, ответить всё равно. А порассуждайте, что это может быть? На что похоже, может быть? Хайповать, ну, не знаю, как-то хайп. Ну, не, я не скажу вам точно. Хорошо, и хейтер. Такое слово хейтер. Это какой-то организатор типа что-то. Скажите, в русском языке имеют место быть такие слова? В русском языке есть своих слов хороших, очень много. Хорошо, в молодёжной среде? Ну, насчёт молодёжной среды не знаю. У них свои, как бы, заморочки там. Ну, в основном всё из интернета, да, сейчас пошло, знаете. Хайп их, чилиться. Раньше такого не было. Зачем вы предполагаете, я даже не знаю, про что речь идёт? Ну, хорошо, я по-другому знам. Это наши незнакомые слова. Это молодёжный слэн. В русском языке имеет место быть такого плана слова? Ну, если оно соответствует, почему бы нет. Или лучше красиво говорить на богатым и могучем? Ну, можно и так, и так. Благоустройство и наведение порядка на земле – это не разовая акция, а повседневная наша задача, напоминают работники Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Смотря на сложную ситуацию, у нас в городе, в районе, всё равно актуальным остаются вопросы наведения порядка на земле. Специалистами центра гигиены и эпидемиологии продолжаются надзорные мероприятия. Напомню, что в летнее время это уборка территорий, покос, обрезка деревьев, кустарников. Как показал мониторинг, не все организации и предприятия приступили уже к этим работам. Можно сказать, только начали косить. За май месяц специалистами центра гигиены проведено 7 мониторинговых мероприятий и направлено 25 рекомендаций по покосу ссорной растительностью и уборке. Повторность нарушений пока не выявлялась, рекомендации выполняются. Обращаю внимание еще раз руководителей всех предприятий и организаций на необходимость проведения своевременного покоса ссорной растительностью и уборки территорий. Пожары, как и любое проявление необузданной стихии, всегда несут с собой разрушение и смерть. В Сморгонии печальная огненная статистика пополнилась еще одной трагедией. За пять месяцев 2020 года в Сморгонском районе произошло 26 пожаров. Погибли три человека. Последний трагический случай произошел 31 мая текущего года в деревне Валейковичи Сольского сельского совета. Звонок в службу спасения поступил в 4.35 утра. Прибывшими к месту вызова спасателями под обломками сгоревших конструкций в комнате на полу возле кровати обнаружен погибшим хозяин дома. Как выяснилось, 84-летний мужчина проживал один. Со слов односельчан, накануне трагедии покупал в магазине алкоголь. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара, уничтоженное имущество, перекрытие и кровля повреждены стены жилого дома. По статистике, неосторожность при курении – одна из наиболее частых причин пожаров и гибели людей. Курящий человек подвергает риску не только себя, но и близких. Поэтому, если вы курите, окурки складывайте в несгораемую пепельницу, жестяную или стеклянную емкость, наполненную водой. Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Для своевременного обнаружения пожара установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Он своевременно оповестит об опасности даже спящего человека, что позволит сберечь имущество, а иногда и жизнь. Берегите себя и своих близких. Согласитесь, что сегодня футбол – любовь миллионов. Яркое зеленое поле, красочные трибуны, зрелищные передачи, незабываемые голы, ликующие болельщики. Как можно ко всему этому остаться безразличным? 31 мая на стадионе «Юность» в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футбольный клуб «Сморгонь» принимал ашмяны БГУ ФК. Сегодня узнаем, сможет ли «Сморгонь» остаться единоличным лидером чемпионата, да будет ли «Химик» первую победу в сезоне и случатся ли глобальные перестановки в хвосте Пелетона. Сморгонь, шедшая до седьмой игровой недели без поражений, неожиданно столкнулась с проблемами при приеме в родных стенах Ашмян. Забив быстрый гол и доминируя на стартовом отрезке, подопечные Геращенко планировали без шума и пыли добавить в копилку три очка. Но вместо этого к финальному свистку и ничейному балу были рады. Все потому, что после удаления Якубовича на 28-й минуте потеряли не только бойца, но и возможность гнуть привычную линию. Как результат, весь второй тайм ашмяны провели смелее обычного и на 56-й минуте своего добились. Справедливости ради отметим, «Сморгонь» не опускала рук, а регулярно отвечала сопернику ударом на удар. Однако удача отвернулась от хозяев. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами до вторника. Смотрите наше видео на YouTube-канале, ставьте лайки, комментируйте, мы вам обязательно ответим. Редактор субтитров А.Семкин